В преддверии Нового года власти Москвы решили преподнести сюрприз и увеличили стоимость парковочных мест практически в два раза. В общем, наверное, ничего в этом плохого нет, если бы не несколько вопросов, которые возникают в этой связи. Первое – это несистемный, наверное, подход в изменении стоимости. То есть, почему, например, стоимость выросла практически в два раза, а не на 10-20% или в 5-6 раз? Должна быть, наверное, какая-то публичность, должна быть какая-то обсуждение должно быть стоимости или, наоборот, должна быть понятная формула, благодаря которой человек может всегда рассчитать, какая стоимость идет в будущем для того, чтобы, опять же, планировать покупку автомобиля либо использование каршеринга, либо использование такси. То есть, мы все всегда стараемся как-то планировать нашу деятельность. Опять же, сроки. Почему это сделано так вот неожиданно в преддверии Нового года, за неделю об этом прошло сообщение в СМИ, публикации какие-то на сайте Московской мэрии, и с 15-го числа это вводится. Почему такая спешка? У меня есть только одно объяснение, что бюджет на следующий год, который закладывается, он заложен по цене 200 рублей, образно говоря, 150 рублей за парковочное место, а здесь будет 350 рублей, и, собственно, потом можно будет смело рапортовать об увеличении доходной части перевыполнения бюджета. Доходной части бюджета. Любое изменение, наверное, должно быть основано на некой изменении инфраструктуры. Мы не видим каких-то новых парковочных комплексов в центре, мы не видим какое-то изменение позитивного с точки зрения парковочных перехватывающих парковок на окраинах города. Я, наоборот, вижу, что у нас на районе Юго-Западной постоянно вводятся какие-то ограничения, постоянная попытка есть сделать платные паркинги. И нету никаких изменений с точки зрения, ну, есть они, но они не так сильны, как хотелось бы с точки зрения общественного транспорта. То есть, да, попытки были, но они как-то вот остановились. Хотелось бы все-таки какого-то прогресса, потому что даже те же табло не всегда отражают реальное время ожидания транспорта. Перехват, то, что убрали маршрутные такси, привело к тому, что время ожидания увеличилось, особенно в вечернее время. То есть, все это должно быть взаимосвязано, и лишь это позволит тогда прямо и хорошо сказать, да, мы сделали так, чтобы вам было комфортно, вы можете пользоваться общественным транспортом, пересаживайтесь личного транспорта на общественный, и вам будет удобно.